Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на Progetter 65. Очень увлекательное сражение, кстати, в нестандартном режиме. Тут у нас встречный бой, что особо интересно. И, в общем, танк, конечно, замечательный. Да, он не самый простой для новичка, по крайней мере, да и для опытного игрока может создать проблемы. Но если на нем наловчиться играть, он будет, конечно, жестко нагибать. Но, правда, тут стоит отметить, что есть очень такая большая вероятность, что этот танк понерфит, к сожалению, разработчики. О чем они уже официально объявили. Понерфит, конечно, огневую мощь в первую очередь, что, конечно, крайне негативно на этом танке скажется. Еще, конечно, есть маленькая вероятность, что танк все-таки оставят в покое. Но, скорее всего, его понерфят, потому что уже давно хотят, и объекты 430-ю хотят понерфить. Посмотрим, пойдут ли разработчики на это или нет. Скорее всего, сейчас онлайн просел, и ВГ под шумок это все сделают дело. И, собственно, от танка ничего и не останется. Ну, это, конечно, грубо говоря, на самом деле, конечно, какие-то плюсы у него все равно останутся. Но от того, что сейчас есть, нету. Так что, если у вас этот танк прокачан, то наслаждайтесь. Итак, друзья, тут у нас очень хорошая новость по поводу нового танка, который, собственно, можно заполучить в скором времени, как и всю ветку. Это у нас польский танк 8 уровня. Давайте уже подробно посмотрим на его характеристики, стоит польская ветка прокачки или нет. Ну, по крайней мере, этот танк, в общем, разберем. Итак, что можно отметить? А можно отметить, что у этого танка урон в минуту 2182 при Альфе 300. На самом деле, показатель очень неплохой, скажу я вам. То есть, танк обладает высоким ДПМом, при этом немаленькой. Далеко Альфой все-таки это средний танк. Конечно, да, она там не как у ИС-3, например, там 390 на 300, тоже нормально для ИС-Тшки. И пробитие, правда, тут не очень большое бронебойными, 212, ну, такое среднее по уровню. Но вот к умным пробитие тут прям вообще зачетное, 290. Очень даже неплохо. Пробитие фугасом 53, урон 410. В общем, что можно отметить? Танк, на самом деле, очень неплох по характеристикам. Ну, то есть, он способен выдавать хорошие все-таки результаты, на мой субъективный взгляд. Ну, именно по нанесению урона. То есть, у него тут и точность неплохая, 0,36, и время сведения 2,4. И у ВН неплохие, минус 8. То есть, в принципе, вроде как комфортно для нанесения урона. Ну, что по подвижности? Максимальная скорость 50, 17 назад. Уделенная мощность двигателя 17,81. Ну, в целом, более-менее неплохо. Скорость поворота ходовой 44 тоже неплохо. То есть, по этим параметрам, в принципе, нормально. Что еще есть? У лоб корпуса 80 мм, борта 60 мм, лоб башни 130 мм. То есть, это, наверное, один из больших недостатков этого танка. То, что он довольно картонный. 1300 у него прочности всего тоже мало. То есть, получается, что танк, ну, способен вроде бы как выдавать хороший урон. Но, с другой стороны, он картонный и уязвимый. Ну, по внешнему виду он чем-то напоминает, наверное, больше китайский танк. Тут судить по размеру сложно, но мне кажется, что все-таки танк, ну, такой вот немаленький. И, в общем, очередной вот такой вот от разработчиков нам сюрприз, можно так сказать. То есть, еще один танк, который, на самом деле, без каких-то явных особенностей. Ну, вроде как, немного перекос на орудие, но ничего нового тут не привнесут разработчики. Нового режима у этого танка не будет. Но при этом стоит отметить, что у нас еще в запасе две ветки. Помимо поляков, то есть, поляки, я уже так посмотрел их внимательно. Ну, пока что, вроде, просто неплохо получается. Хотя десятка, вроде бы, даже имбовая, вроде как, на данный момент. Ну, по характеристикам, если судить. А что насчет итальянцев? Если судить по тому, в общем, какими итальянцы могут быть, именно по СТ-шкам, то, на мой взгляд, вы сами понимаете, что может получиться имба. И, может быть, разработчики и так и хотят сделать, то есть, понерфить, собственно, итальянский СТ, чтобы, когда итальянская ветка тяжелых танков выйдет, ее уже начали прокачивать более активно. Но сработает ли это? То есть, игроки могут подумать, ну, смысл прокачивать новую ветку, если ее понерфят. Многие прокачивают очень долго, даже, не знаю, полгода бывает такое, что люди прокачивают или год, но так потихоньку играя, не спеша, не донатя там, со стока выводя. Конечно, это очень долго, и зачастую ты уж прокачиваешь танк, а его нерфят. Итальянские тяжелые танки будут содержать в себе броню. Ну, в общем, она должна быть неплохой, по крайней мере. Ну, даже если брать вот Progetto 10 уровня, да, там 9 и 8 картонные, но Progetto он не такой уж и картонный. Там у него VLD довольно крепкий. В общем, у него показатели не самые такие плохие. Напишите в комментариях, что вы насчет всего этого думаете. И лично я считаю, что, в принципе, поляков стоит прокачивать, вообще новые ветки стоит прокачивать, потому что зачастую у нас в игре гонка вооружений, и новые танки зачастую лучше старых. По итальянцам еще должна быть система дозарядки, то есть, как и у итальянских СТ, утяжить тоже она должна быть, что очень даже, ну, положительно, как вы понимаете, сказывается. Также у него должна быть неплохая динамика, похуже, конечно, чем у СТ-шек, но тоже неплохая. И в итоге получается, что, на первый взгляд, итальянцы должны выйти имбовыми. Какие еще ветки могут выйти? Могут выйти британские колесные танки, советские колесные танки. Это такие вот основные кандидаты на выход. То есть, колесники, но в последнее время игроки не очень довольны колесными танками. И, друзья, хотел бы напомнить вам, что вы можете выиграть золото в этом видео. Вам всего лишь нужно досмотреть данный видосик до конца, и в комментарии указать свой игровой ник. Также обязательное условие это подписаться на мой второй канал. Ссылка на него будет в описании. Там вы можете тоже выиграть золото на стримах. Также заходите на сайт Воткит, где ежедневно разыгрывается голда. 5000 золота абсолютно бесплатно. Также на данном сайте имеется возможность выиграть премиум технику 8 уровня и очень много золота. Кстати, на данном сайте вы можете также попытать свою удачу и попытаться выиграть очень даже солидный такой приз, так скажем, джекпот. Около 100 тысяч золота. Используя мой промокод на данном сайте, вы еще и получаете дополнительный бонус при пополнении. Итак, конечно, со временем, помимо новых имбовых танков, будут и меняться старые ветки. Некоторые ветки будут оживать, так скажем. То есть, что это означает? Есть ветки, которые просто не популярны. И на самом деле разработчики хотели бы это исправить. И для них это на самом деле очень даже халявно получается, потому что тут не нужно придумывать целую ветку. Там все это мозговать, искать в архивах, тратить миллионы и миллионы долларов на это все дело. Когда уже есть ветка, которая просто не пользуется спросом, но апнув некоторые танки и также заменив топовый танк 10 уровня, можно с легкостью сделать так, чтобы игроки побежали просто прокачивать эту ветку. То есть, ее популярность значительно возрастет и значит и количество донатов тоже. И, собственно, такие ветки есть. Например, стоит обратить внимание на китайский танк 121. Особо я рекомендую обращать внимание на китайцев, потому что разработчики явно сейчас направлены на китайский рынок, как и, в принципе, практически вся игровая индустрия. То есть, не секрет, что сейчас в Китае доходы просто огромные и китайцы, они еще и любят, скажем так, очень донатить. То есть, для них это не зазорно, для них это даже, считай, почетно, что ты там на каком-нибудь золотом типе катаешься. Так вот, со временем китайцы будут только укрепляться. Ну, конечно, в СС-111-5А его апать смысла нету, зато имеет смысл добавлять его золотую версию, более крутую. В общем-то, довольно-таки большой шанс того, что этот танк будет очень силен. Также еще 121, есть такой-то китайский средний танк. И разработчики говорили уже давным-давно, еще в прошлом году, что займутся этой веткой. Понятно, что многие игроки, они просто уже задолбады ждать, потому что сколько можно ждать. И действительно, разработчики изменяют ветки или какие-то изменяют ТТХ танков, апают там что-то очень долго. Да, какие-то танки, они все-таки изменили, то есть, не все так однозначно плохо. То есть, там, Кранваген и многие другие танки, их все-таки апнули по итогу. Так что, нам стоит дождаться, я считаю, апа 121-го. Но, для начала, я, конечно, хотел бы порекомендовать прокачать эту ветку, чтобы, в общем, сразу же, как только начнутся изменения, уже иметь в ангаре много танков. К тому же, это очень важно в плане того, что очень вероятно то, что не просто апнут 121-го, а заменят его на другой танк. Потому что, ну, зачастую аптанк еще не всегда приводит к положительному результату. А вот, когда заменяют танк, вот тогда, ну, максимально, так скажем, игроки начинают прокачивать ветку, потому что видят новый какой-то танк хороший. И тут, как бы, такая вот реакция позитивная у игроков. Поэтому, я считаю, что 121-го со временем просто заменят. Сейчас отлажен этот механизм. Даже в этом году уже некоторые низковыровневые танки перемещали. И вот со 121-го будет то же самое, я считаю. Поэтому стоит обязательно прокачать этот танк. Ну и, к тому же, все танки этой ветки, начиная там с 6-го уровня, их должны серьезно апнуть. Также я хотел бы обратить внимание на китайские ПТ-САУ. Тут, вероятно, замена тоже будет, потому что, ну, WZ-113 GFT, собственно, не удовлетворяет требования такой вот машины топовой 10-го уровня. Но не беспокойтесь, если вам нравится там 121-й или WZ-113 GFT, ну, не знаю, почему-то вам понравилась эта техника, то в любом случае она никуда не исчезнет. Более того, ее, скорее всего, апнут и перенесут в коллекционную технику. Поэтому тут волноваться нечем. Ну и вы получите более крутую, еще интересную машину, которая вам наверняка понравится еще больше. ПВЗ-113 GFT. Тут, вероятнее всего, если будет изменения, то в сторону того, что снизят там силуэт значительно. В общем, сделают так, что эта ПТ-САУ будет более такая вот приземленная, что-то не такая огромная. То есть от брони на ней играть, на самом деле, очень сложно. Зачастую ее пробивают. Все-таки брони ей не хватает. А наваривать там еще брони вряд ли будут. Потому что тогда она просто превратится в крепость непробиваемую. Тут просто, скорее всего, заменят на другую машину. Благо у китайцев там наверняка можно что-то найти новое. По другим веткам, которые должны изменить со временем, это Т-5 Heavy, которого, в общем, ну там понерфили. Время идет. Популярность этого танка по наклонной падает. И вот сейчас она достигла, ну не то, что с самого дна, но уже, скажем так, вот вы часто видите типов. Я все реже и реже их вижу. Да, они еще присутствуют в рандоме, но со временем, мне кажется, вообще они совсем изведутся и больше их не будет. Поэтому разработчики примут тут какое-то решение. На данный момент, скорее всего, это будет АП, там замена орудия, может быть, или что-то в этом роде. Ну, наверное, еще разработчики планируют с фугасами что-то сделать, чтобы потом уже таким образом решить данную проблему. Ну и на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Желаю всего хорошего, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok